Это тыква. Понятно, что это тыква. Жёлтенькая сверху и зелёненькая с другой стороны. Вот такая тыква. Сейчас заглянем внутрь. Тыква. А для интереса год тигра положили тигра. Эта коробочка у нас опустела. Здесь были шоколадные медальки, монетки такие смоленские. Шмоленские медальки. Они закончились, а нынче мы увидели этого тигра и решили его обрадовать. Положили туда копеечки. Будем собирать. Вот такая у нас тыква. Год тигра нынче. А что самое интересное, будем сейчас показывать дальше. В этой тыкве очень интересные семечки. Удивительно. Впервые такое вижу. Это тыква домашняя. Нам её вырастила сестрёнка на своём дачном участке. И вот такая тыква шикарная. Одна у меня тыква была зелёная внутри. Мякоть была зелёная. Она самая вкусная тыква, которую я пробовала. Эта тыква тоже вкусная. Я сейчас её запекаю там вместе с мясом. Но дело не в этом. Самое главное дело в том, что... Джимка, ну иди тогда сними. Самое интересное в том, что семена в этой тыкве уже сразу готовы к употреблению. Они без оболочки. И это уже готовые семечки. Их можно есть так сразу. Взял и съел. Первый раз такое явление в природе вижу. Обычно иногда такие семечки попадаются, что их даже не вскрыть невозможно. Крепкие-крепкие. А внутри мало семян. Ядрышко маленькое внутри. Вот такая тыква. Сейчас одну почищу и покажу. Один тигр. Тигрёнок. А один котёнок. Джимка, покажи свои глазки. Вот Васька. Такое семечко. Показываю поближе. Самое ценное в этом семечке оболочка. Когда семечки тыквенные очищают, стараются эту оболочку сохранить. Потому что в ней много витаминов. Насколько я знаю. Вот готовая тыква с готовыми семечками. Кто бы мне объяснил, как это так получается. Что это за чудо природы. Что это за аномалия такая. Мне этого вообще не понять. Если я в грибах кое-как разбираюсь, то в садово-огородном деле я профан. Ладно. Хорошо. Вот такие интересные явления в природе. На прощание покажу своего котёнка. Младшего и старшего. Как выключить фонарь? Догадаться не могу. Я заканчиваю всё. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...